Плотно прижмите маску к носу и рту. Закрепите, как показано, и начните дышать. Наденьте маску на себя, прежде чем начнете помогать другим. Молеополькисты. 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 Что-то я не припомню, чтобы я прилетала, тогда я нибудь дома делала. Каждый раз как-то все по-новому, уже 500 раз по-новому. Все равно все такое необычное и не так, как ожидаешь. В начале видео я ела батончик-байк. Я купила его за 74 рубля. Зашла в азбуку вкуса в Москве. Он стоит 147 рублей. Обожаю цены. О, окей. Я наконец-то дошла за место своего проживания. Ее оно мне очень нравится. Но показывать темно прям. Прям true luck. А сейчас бегу встречаться с Элечкой. Очень хочу есть. Умираю просто. Это Рамон, мой лучший друг сегодня. А, вообще, зачем я здесь? Я приехала в Москву на YouTube Creator Day. Месяц назад где-то у меня пришло приглашение на почту. В общем, а Марта подруга сказала, что есть дешевый билет в Москву. И я как-то за две минуты спланировала поездку. И вот я здесь. У меня есть 40 минут, чтобы позавтракать и бежать. Понятия не имею, что там будет. Кушать хочется очень сильно. Ну, в принципе, всегда. Всегда мечтала сделать такой сигвей. Дээм. Дээм. Вот тоже не там. Да. И это прям я вот страдаю. И я вот ставлю просто телефон. Написываю вечный человек. Будем знакомы. Ееееее. Еееее! Форматный объезд. Спасибо. Пока-пока, пока-пока. Я могу к мавзолею подойти. Никогда не подходила к мавзолею близко. Блин, это прикольно. Я могу к мавзолею. 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 Субтитры делал DimaTorzok Уже опаздываю, но не потому что я проспала или у меня похмелье, а потому что ночью хочу есть. И вчера, когда я не поела с утра и сидела слушала лекции, мне казалось, что я опытный бомбарок. Поэтому сегодня я не совершу эти ошибки и пойду сначала поем. Субтитры делал DimaTorzok Отошла от этого, что это ж прям странно. Ну ладно, надо поесть. Ну как бы Витграсса не миновать. Послышала новую песню «Гориллась», что-то пока как-то не поняла. «Андромеда» только мне понравилась. Ну, хоть «Малилуйя Маня» вообще тоже крутая. В общем, вчера был второй день. Ну, третий для них, второй для меня день YouTube Space Moscow. В целом, за все эти два дня я не услышала особо никакой новой информации. Наверное, в силу того, что я очень большой потребитель YouTube, я его очень долго смотрю. И какие-то вот вещи касательно как выстраивать видео, что работает, что не работает, что нравится людям, что не нравится людям. В принципе, мне это понятно. Просто исходя из опыта. Но я подчеркнула на себя очень много всяких вещей касательно всяких легальных аспектов. Просто было интересно пообщаться с людьми, которые делают видео, потому что у меня нет знакомых, которые этим занимаются. И это очень ощущение вот этого сообщества. Вот. Очень приятно было послушать лекцию про постпродакшн, про свет, про звук. Конечно, я не попала на профессиональные лекции именно там было про звук и свет, потому что у меня меньше 100 тысяч подписчиков. Что было бы мне очень интересно, потому что я прям техническая сторона вопроса. Это то, что я просто обожаю. Ну, ладно, как бы самообразование — это ключ, так что ничего страшного. Вдохновение мне это все дало, так что уже хорошо. Вот. Очень было удивительно вчера увидеть Никси Пиксель. Я никого не знала вообще на этом событии. Ну, то есть, те, с кем я познакомилась, говорили, «О, ты знаешь его, ты знаешь ее». Нет, я не смотрю русский ютуб, я не знаю, кто эти люди. Ну, то есть, не то, чтобы я совсем не смотрю русский ютуб. Я знаю там, Катю Клэб, еще там, может быть, двух-трех человек. Но в том плане, что настолько я, правда, не знаю никого. И Ника была одним из, ну как, приглашенным гостем. И она просто отвечала на вопросы, что-то рассказывала. Вот. Было очень странно видеть, ну, человека, которого ты видел на видео, видеть в жизни. Это какой-то, не знаю, наверное... Да, очень странный опыт. Вот. Но я даже задала ей вопрос, получила за эту сумочку. Очень милым, приятным. Вот. В целом, конечно, организация немножко хромает, но как бы... Такое, не знаю, идеально никогда ничего не бывает. Короче, сегодня у меня самолет в три часа. Я сейчас иду еще погулять немножечко, купить всякой еды, которой нет в Калининграде. А вообще у меня был такой инсайд в самом начале поесть. Прямо такой Керри Брэдшоу момент. And then it hit me. I work too much. Да, я сознала, что я слишком много работаю. В том плане, что я очень... Я никому... Не то, что никому не отказываю, но мне трудно отказать людям, которые в реальной жизни хотят со мной заниматься. И я поэтому жертвую своими выходными, жертвую своим свободным временем. И делаю такие идиотские рабочие дни, которые начинаются в девять и заканчиваются в девять или в десять даже. И, в принципе, это не тяжело физически, потому что я работаю в основном дома. И, ну, как бы нормально. Но морально я поняла, что я... Когда мне нужно отдохнуть, я не хочу ни с кем разговаривать. Я не то, что не хочу ни с кем разговаривать, я не могу ни с кем разговаривать. Мой мозг просто не может выполнять никакие коммуникативные действия. И от этого страдают мои отношения, мои друзья и все прочее. Поэтому я, наверное, не хочу, чтобы так было. И, наверное, я буду устраивать себе выходные, и полноценные выходные, когда я не буду работать в принципе. Потому что, ну, это просто грустно, неприятно и обидно. Что... Я люблю свою работу. Я обожаю то, что я делала. Но, конечно, все нужно делать в меру, а не просто. Я работаю. Всегда. Да, так что я бегу. О, у меня осталось 23 минут. Поэтому мне тоже тяжело снимать видео. Потому что мне нечего сказать. Все мои суки просто высосаны людьми. Мне нужно отдыхать. Мне нужно в лес. Это я скину. Я скину. Я скину. Продолжение следует. 몰� рассказывает скину. Продолжение следует. Будет стр ex estás.